Всем привет, вы на канале Наша Жизнь в Америке. Нео Life is My Life. И я сегодня сдала два экзамена. Красавец. По одному я вообще уверена, что и, потому что мы после того, как сдали экзамен, мы обсуждали все вопросы, и я просто не помню на четвертый вопрос. Я помню, что я в нем сомневалась, но я не помню, что я конкретно ответила. Короче, ты сегодня на расслаб. Это был по классу успеха экзамен. Ну, в принципе, он был легкий, и я даже рада, что не особо к нему готовилась, потому что у меня в один день со тест по географии, экзамен по географии и по успеху. И вчера, короче, на выходные, отдавая предпочтение, я подумала, что по успеху я и так иду на опережение. У меня на данный момент гораздо больше, чем 100%, потому что я делаю все экстракредиты. И даже если я на что-то могу, ну, сейчас у меня есть момент трансфакция, вот. Я подумала, что даже если я плохо напишу, то фиг с ним, я перекрываю это экстракредитами. Ну, выходит, что лучше хорошо, хорошо, что не тратила время. А по географии я готовилась много, упорно. И даже сегодня перед завтраком повторяла. Да, я все повторяла, еще и повторяла это все в красе. И, в общем, ровно в 30 минут она вошла в помещение. И такая, типа, очищаем, на столе должен был остаться калькулятор, карандаш, стирка, какая-то вещь, если вам будет помогать. Вот если вы учили, допустим, стрикали ручкой, то возьмите эту ручку, чтобы потом вспомнить, что вы делали. И, ну, листы я эти показывала, стенд траншир. Ну, потом она меня удивила, она говорит, все подняли типа с контрона вверх. Ну, все подняли, я думаю, она хочет, типа, ну, грубо говоря. Короче, это такие листики, на которых отмечаются кружочками вопросы и ответы. Короче, она такая прошла, их все собрала. Вот так вот, как карты их перетусовала. Она что, предполагала, что мы могли какие-то ответы поставить, но у нас же вопросов не было, что мы могли проставлять. Она их, короче, раздала. А перед этим она еще что говорила про новые? Да, она сказала, что она вообще любит, когда сконтрон открывается прямо в красе упаковочка, потому что типа, да, вот он совсем новенький, был хрустященький и беленький, и чистенький, там, в общем, не дает. Короче, новую колоду карты открывать на географии. Ну, все, потом она, короче, отдала назад эти сконтроны. Руки сидим, типа, на столе. Она начала раздавать экзамен. В общем, так получается, что у тебя и с одной стороны, и со второй стороны люди с другими экзаменами. Мой такой же, как у меня, допустим, экзамен, да, он мог быть там возле ее, потому что она, они все отличались по цвету бумаги, которую она раздала, и обязательно возле своей фамилии нужно было написать, какой у тебя, какого цвета была бумага. Ну, все, записали, опять руки положили. Кто-то начал отвечать на вопросы, и, в общем, тут я поняла, что нам надо ей скинуться на психотерапевта. Она покраснела, она, в общем, маленькая, худенькая, она стала такая красная, и она начала, у нее волосы такие вот, ну, может, ниже, чуть ниже плеч, она начала вот так вот руками зачесать. Ты знаешь, как, когда у тебя был хвост, ты распустила, да, и так, типа, себе массаж держишь, но она массажировала вот так, что я думаю, чтобы ты искали, только не сняла, да, вот так вот, и такая, ааа, я же просила вас, экзамен не начнется, пока мы не соблюдем, короче, все вот эти ее правила, там, в общем, этот пацан, я думаю, пережил клиническую смерть в этот момент, потому что он уже кинул этот, блин, экзамен, она такая, это первый, я понимаю, но нас ждет еще четыре экзамена и файнал экзамен, типа, поэтому, блин, строго выполнять, она, конечно, проорала, что это все надо строго выполнять, в общем, мы опять положили руки на стол, она там, где на доске было написано, что начало экзамена, она поставила, что сколько у нас, типа, времени на экзамен дается, что это весь класс, и она говорит, периодически я буду ставить, допустим, до конца экзамена осталось там 40 минут, 20 минут, так, подожди, или целый класс писали? Есть класс писали, она говорит, если, типа, ты оканчиваешь раньше, тихонько отходишь, подходишь, отдаешь мне, ну, отдать нужно перевернутым, чтобы когда ты нес, не дай бы, кто-то не подсмотрел, блин, в твоем, да, перевернутым и, типа, свободен, она потом еще раз прошла, так вот глазом окинула, чтобы никто там не подсматривал, и пока до начала экзамена, экзаменационные эти бумаги, они перевернутые лежат, ты даже не можешь начинать прикидывать какие-то себе, ну, ответы, да, ну, и тут она такая, типа, начали, начали, перевернули, давай, давай, листать, короче, 26 вопросов нужно было выбирать, и 20 с чем-то нужно было, допустим, рисовать график, находить какие-то там координаты, потом построить график температур, нарисовать, а, нет, гоню, не нарисовать, была нарисована земля, и нужно было на ней обозначить самые главные там меридианы, ой, все равно, ну, в общем, пока у меня в голове такая каша, да, что мне прям не верится, что это закончилось, и становится страшно, потому что это еще четырнадцать надо бережать. Такое впечатление, что учат, готовят учителя по этой красе. Ну, в общем, понимаешь, Сереж, да, это рассчитано на, даже на тех, кто не прошел английский как второй язык, да, но некоторые формулировки вопроса, я такая, я поняла, что времени не так уж, ну, это немного времени на все эти и графики, и на все это остальное, да, я поняла, что нужно делать, как учил учительца, то, что сразу знаешь, все отмечаешь, отмечаешь, никаких этих затупов над одним сидеть, рассуждать, в общем, я ответила, и потом у меня было еще достаточно времени, чтобы вернуться к пяти вопросам, которые я не поняла, ну, другая учительница училась. Мисс Бринс, да, когда-то она у нас учила, как тесты делать. В одном вопросе я вообще поступила по ее этому, она говорит, блин, если не знаешь, что писать, выбирать, выбирай би, говорит, скорее всего, это правильно. Вот, я просто выбрала би, потому что, ну, я правда была не в курсе, что там, как происходит. Вот, графики мне дались, ну, в принципе, легко, потому что я потратила практически всю субботнюю ночь, чтобы разобраться в этом. Все эти главные линии я заучила наизусть. Ну, я не знаю, наверное, что более сложным было. Вот какие-то эти вопросы, которые были с под заковыркой, но здесь, опять же, наверное, недопонимание, наверное, как-то вот этих терминов языка мне не хватит. Ну, это пять вопросов. Потом нужно было большая карта, и, допустим, отмечена точка A, отмечена точка B, нужно было записать правильно ее координаты. Потом нужно, да, потом была дана вот такая стопка разных координат, нужно было найти эти координаты и пометить, ну, точку поставить на карте, да. Потом представлены графики были, и что именно на этом графике он никак не подписан, что вот полоска, допустим, которая идет вверх, обозначает. Но мы-то знаем, мы же всю ночь вчера готовились, мы знаем, что это обозначает рост температуры в тротосфере. Вот, поэтому мы легко это обвели в кружочек и подписали. Ну, другой там, допустим, наоборот, какой-то график показан, и показано, допустим, движение океанического воздуха. Так, нет. Короче, фигку сниму, я точно знаю, что я сделаю там правильно. Ну, нормально как-то. Ну, что-то я не понимаю, зачем мне столько географии. Ну, в общем-то, я буду это знать. Ну, и что ты предполагаешь, как-то, насколько я сделала? Я, кстати, к ней пошла, когда сдала, и говорю, я как-бы, она говорит, ну как-то, типа, ты окей. Я говорю, я-то говорю, окей, говорю, но я очень волнуюсь за спеллинг, говорю, потому что мало того, что я в принципе, говорю... Спеллинг – это право написания? Я говорю, в принципе, ну, я же все прикрываю, что я им дышь самим, но она-то не в курсе, когда я им была, да? Я говорю, понимаете, говорю, я тут боюсь, что вот я еще и нервничала, торопилась и могла, типа, наделать ошибок, она говорит, если я буду видеть, что ты в теме, ну, грубо говоря, что ты пишешь о том, что, ну, надо, она говорит, у меня спеллинг не интересует, я не буду, типа, на экзамене спеллинг проверять. Спеллинг, она сказала, будет проверять только в домашних работах, потому что она говорит, дома вы можете, ну... Ну, в прошлый раз она собиралась проверять. Собиралась, ну, видишь, пересобралась. Но в домашних работах она спеллинг проверяет. Ну, и что ты думаешь? Я не знаю, что, будет ли мне не хотелось бы загадываться. Ну, а ты думаешь, нормально, да? Я думаю, нормально, да. Ну, и опять же, сейчас у меня по этому классу из 100 возможных процентов у меня 101, поэтому я как бы тоже пока на расслабоне. Ну, не на расслабоне, я все равно старалась, и я действительно старалась, я потратила очень много времени на все это, чтобы разобраться, и я была далека от всего, от этого, и зачем-то я стала близка к этому. Я пока не понимаю, зачем мне это все надо. Хочу сказать, вот недавно был влог про как снимается, сдается жилье. Вот прямо перед нами стоит табличка, что сдается в рент. Два бедрума, два басрума, то есть две спальни, конечно, там будет еще зал, две ванны, и написан телефон, куда позвонить. То есть это будет вот в этих вот двухэтажках. Таких вот похожих, как мы живем. И, кстати, в этом апартаменте есть бассейн. Ну, это хорошие апартаменты, короче, они хорошие. Но мне они нравятся. Мне тоже нравятся. Балкон у них широкий. Но мне не нравится то, что они открыты, и у них на улице гаража не такие, как у нас. У них паркорка вот открыта, вот это неприятно. А так, что мне нравится, что у них бассейнчик есть. Все кто-то звонил. Ой, да они мне задолбали сегодня звонить, поэтому я это не знаю. А впереди стоит модная машина с красными брызговиками. Так что, кому нравится, ставьте лайк. Ничего чуждого американцам в сравнении с русскими нет. Это к тому, кто смотрел предыдущий влог про пультик в пакетике. Вот это в Беларуси, я не знаю, это называлось, как это, колхозный стайл, как это, блин. Не увлекается. Не колхозный, как это, блин. Ну, колхоз по-другому, как это другими словами. Агростайл, короче. Короче, агронавороты. Красные брызговики на белой машине. Вот, то есть и среди американцев есть, которые и пульты в пакетике носят, и красные брызговики ставят. А в следующий раз я вам расскажу, какое мы сегодня кино смотрели на Украсе по Успеху. Вот. А сегодня вы были на канале Наша Жизнь в Америке. New Life is my life. И увидимся в новом видео. Пока-пока. До встречи в интернете. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok